Да, записываю. Добрый день, Алла. Добрый день. Здравствуйте. Слушай, ты хорошее такое письмо прислала, что такое любовь, и почему, собственно говоря, ключ помогает постичь, что это не национальная любовь, а человеческая любовь. Ну, это действительно интересно, да? Я этот текст твоего разрешения в книгу следующую возьму, да? Да. Расскажи, пожалуйста, этот текст своими словами, чтобы все сейчас услышали. Я сразу хочу сказать, что эти идеи принадлежат не мне, да? Я просто собрала то, что узнала за последние 20 лет своей жизни и просто облекла вот в такую вот словесную форму. И если говорить о том, что такое любовь, я придерживаюсь того мнения, что это понятие имеет, это слово, да, так скажем, имеет три значения. Чтобы быть краткой, первое, люблю, беру, я люблю что-то или кого-то, потому что это что-то или кто-то приносит мне удовольствие, да? Суши, рыбу, цветы, я это забираю, мне от этого хорошо. Второй вид. Люблю, даю, да? Люблю независимо от того, от того, какой ты, что ты делаешь. Люблю, не требую ничего взамен, да? То есть это самоотверженная и милосердная любовь. Ну, в жизни, наверное, чаще всего эта любовь встречается вот в отношениях родителей, детей. Это более высокий, да, вид, любви. И часто бывает так, что мы идеализируем, да, чтобы нам легче было, да, идеализируем объект своей любви, то есть не видим каких-то недостатков. А очень часто, наоборот, видим, но тем не менее всё равно любим. В том письме, которое я вам написала, я привела отрывок из Библии, да, из первого послания Коринфянам, где описывается, что такое любовь, да? Ну, если люди захотят, вот просто поинтересуйтесь. У меня в своё время это произвело огромное впечатление. У меня был долгий путь к этому через боль, через многие неприятности. Но когда я увидела этот отрывок, у меня открылись глаза, да, что такое любовь, она не ищет своего, она прощает, она никогда не перестаёт. Хотя подчас мы иногда забываем, что мы любим. Хотя это как солнце, да, оно же прячется ночью или прячется за тучами, но оно же всё равно есть. Вот любовь этого вида всё равно всегда есть, она не перестаёт. Но почему есть ещё третий тип любви, да? Да, я очень долго размышляла, вот как же простому человеку следовать заповеди, которую дал Иисус. Главная заповедь, да, Нового Завета. Возлюби ближнего своего, да, любите друг друга. Как я могу любить, ну, как я писала в письме соседа, да, так же, как я люблю своих детей. Особенно если он приходит и стучит там стенку сапогом, там, к примеру, да? Молотко, да, да, да. Да, да. Ну, вот-вот-вот, вот сейчас самое главное. Давай, давай. А как же это сделать? Мне кажется, такое количество верующих людей, которые искренне хотят быть с Богом, да? Но вот сама как бы первоначальная невозможность любви вот к этому соседу как бы ставит вот определённый барьер, да? Я просто, ну, почему от меня это требует? Я просто не могу это сделать. Так вот, в данном случае, опять же, повторяюсь, это не моя идея, просто я её очень близко восприняла. Третий тип любви — это люблю и делаю. Она не имеет ничего общего с нашими чувствами, эмоциями и переживанием, как это есть в первых двух видах любви, да? То есть первый беру и второй даю — это всегда эмоции, чувства, какое-то определённое состояние, эмоциональное переживание и так далее. Здесь об этом не может быть и речи. Тут любовь — это действие. Я принимаю волевое решение. Любить, что это значит? Не испытывать чувства, а делать добро. Делать добро, помогать, не завидовать, не брать чужого, не злословить по отношению, да, в адрес кого-то другого. Это не связано. Хочу я этого, не хочу, нравится мне это, не нравится. Я просто принимаю решение действовать так. И вот он, этот тип любви, да, опять же, с эмоциями, ещё раз, да, вот самое главное здесь, да, не имеет никакого отношения к нашим чувствам. Не важно, что я чувствую, я просто делаю. Но вот опять же вопрос в чём? Ну, если мне этот сосед стучит постоянно в стенку, да, я его терпеть не могу, ну, как мне перейти вот через свои вот эти вот негативные эмоции и сделать ему какое-то хорошее дело? Вы понимаете, когда я познакомилась с ключом, не сразу, не сразу, но достаточно быстро до меня дошло, что вот нулевое состояние, в которое можно войти с помощью синхрогимнастики или с помощью идеореплекторных приёмов, да, это погружение в то состояние, где уходят эмоции. Нирвана, нирвана, это освобождаешься от страха, от зависимости, от эмоций. Это действительно гармонизация. От страха, от страха, да, от обид. Ты просто начинаешь видеть вещи такими, как они есть, без включения своей эмоциональной составляющей. И если этот момент, да, то есть это действительно многие, я вот действительно пересмотрела очень много роликов и видела, как реагируют люди на вот это состояние, оно удивительное, оно настолько лёгкое и свободное, и это в своём письме я назвала это вот Божьим покоем. Я действительно, изучая Библию, вот изменяя себя, стараясь изменить себя и свою жизнь, ну, я не могла, ну, как, ну, как войти в этот Божий покой, да, особенно когда, ну, вот жизнь, ну, мы же понимаем, в каком мире мы живём, да, много всяких проблем, мелких, больших, ну, как вот туда войти? Например, если проповедники, они говорят, да, это нужно, но они не говорят, как это сделать. Потому что они в чём не занимаются, они просто не учились в семинаре, хотя мои друзья-священники занимаются и преподают это кусочками. Да, то есть я, например, не умею медитировать, я знаю, что это не так просто, как кажется, ну, тут спасибо Вячеславу Смирнову, вот, вы знаете его, это, ну, конечно, конечно, знаю. Да, 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 и он первый говорит о том, что это не так просто, как пишут на первых страницах в интернете, правильно? Ну, вот как же вот достичь этого состояния покоя? И тут я нахожу, это то, это я считаю, что, знаете, как ничего не бывает просто так, я искала и нашла, да, вот элементарные, простые упражнения, которые помогают тебе очень быстро попасть в это нулевое состояние и насладиться тем, что оказывается, да, ты можешь быть легким, свободным, ты можешь обнять весь мир, ты понимаешь, что вот это то, что говорится в Библии, Бог в вас, сила Божья в вас, это действительно то, что... Это состояние внутренней свободы, это состояние свободы от страха, комплексов, стереотипов, шаблонов мышления, это выходишь на свою собственную естественную природу. Это и есть, когда Христос говорил, Слово Божие внутри вас есть. Да, и оказывается, эта природа классная, да, то есть она замечательная, в ней хочется и множится, да, делать хорошие вещи. Почему? Ну, вот давайте скажем, почему так важно, да, вот я вам расскажу очень кратко маленькую историю, 20 лет назад, ну, у меня была очереда таких трагических событий, что, ну, в общем, у меня был, наверное, ну, наверное, это можно назвать нервным срывом. Я рыдала трое суток, не переставая, то есть не отвлекаясь ни на сон, ни на еду, пока не обратилась к своей очень хорошей знакомой, до сих пор ее благодарю, психоаналитику. Я ей позвонила, я сказала, что мне нужна помощь, и вот, ну, делай что-то со мной. Мы встретились, и знаете, что она мне сказала сделать? Она не слов, она не пожалела меня, она не сказала, бедная, ты несчастная. Она мне сказала, ты сидишь и рыдаешь три дня, а что чувствует при этом, у нас тогда не было еще детей, а что при этом чувствует твой муж? Иди и приготовь ему ужин. Я послушалась, пошла, приготовила ужин, и по реакции своего мужа, который уже измучился, да, ну, представляете, близкий человек сидит, рыдает ему очень плохо, да, он измучился, и тут он приходит, у меня готов ужин, и по его глазам я поняла, как это важно. Во-первых, мне полегчало, да, ну, потому что я отвлеклась от своих проблем, да, изменила вот эту ситуацию, и по его, я была тогда счастлива тем, что счастлив он, и тогда вот первый раз у меня появилась эта мысль, казалось бы, очевидная, да, то, что говорится, да, не можешь решить свои проблемы, займись чужими, да, хочешь решить свои проблемы, сделай кому-то хорошее дело, сделай кому-то добро, и вот вокруг этого стал развиваться, стал развиваться мой пояс, а как, я поняла, что вот это действительно кайф, видеть светящиеся глаза человека, близкого, незнакомого, когда ты на улице кому-то помогаешь, это совершенно иное состояние, если бы люди это поняли, испытали хоть раз, у вас бы в школе, Хасай Маговедович, сидели бы миллионы, потому что люди сами не знают, насколько это замечательное состояние, этому надо учиться, не всегда получается, иногда хочется соседу дать по голове, поэтому я хочу срезюмировать, когда говорят любовь к ближнему, имеется в виду не эмоциональная любовь, имеется в виду любовь человеческая, а вот это легко понять, когда выходишь на состояние творца в себе, то есть когда освобождаешься от страхов, от комплексов мышления, от авторитетов, ты освобождаешься, и ты начинаешь чувствовать такую благодать, и хочется тебе поделиться этим, и тебе хочется уже другому человеку помочь, потому что ты уже любишь всех, потому что ты уже любишь и Вселенную, у меня одна тетенька в Болгарии, она говорила, я вот такая вредная, когда пока кому-то шпильку не вставлю, не успокаиваюсь, а потом, когда она приемы ключа сделала, она говорит, хочется любить Вселенную, так вот, что интересно, люди, когда выпивали раньше, выпивали, вот как рассказывала, ну, неважно, там одна известная, она рассказывала, что ее муж, как она узнает, что он выпил, они говорят, там с друзьями в кабинете, со соседней дверью, чокаются, и ты меня уважаешь, ты меня уважаешь, то есть когда снимали напряжение, открывается вот это состояние любви, но алкоголь, это дело плохое, у нас с помощью, с помощью ключа, как раз таки этот эндорфин внутренне открывается, когда снимается стресс, снимаются нервно-мощные блоки и зажимы, и человек включает внутреннюю аптеку, и там же эти гормоны есть, гормоны радости, любви, хорошего настроения, сочувствия, сопереживания, такая сенситивность открывается в людей, чувство чужой боли, сострадания, милосердие, конечно, это все внутри нас, внутри нас это все есть, это есть человеческое отношение, и поэтому ты очень хорошо сказала, что ключ помог, кстати, Славик Смирнов у меня учился методу ключа, я ему привет передаю, пошли ему этот ролик с приветом моим, очень такой замечательный, замечательный Славик. Замечательный, правда? Да, 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 замечательный, я помню, как я в Киев приезжал и там проводил эти занятия, да, так. Я хочу еще просто чуть-чуть дополнить, да, на мой взгляд, не обязательно дожидаться стресса, чтобы заниматься ключом, да, совершенно не обязательно, бывают ситуации, когда это скорая помощь, и надо успокоиться, привести мозги в порядок, мобилизоваться, и что-то сделать. Но я бы просто порекомендовала вот людям, вот даже если у вас все спокойно, все хорошо, тем более это повод для того, чтобы попробовать стресс-тест, да, если у вас все в порядке, скорее всего, это пойдет. Кому я это не рассказываю, мне говорили, ну это такое состояние, особенно первый раз, когда ты понимаешь, что это... ты знаешь, я сейчас сделал целебный ролик, целебный ролик для всех, и там я показываю ключевое дыхание, одну минуту, и волну, когда человек переживает на волне автоколебаний, думает о чем думается, переживает, переживает, но на волне автоколебаний, получается механизм, как мама ребенка, качает, и он успокаивается. И там люди мне пишут, они смотрят этот, так и называется, целебный ролик у меня на YouTube-канале, и когда соединяешь одну минуту ключевое дыхание, это когда наблюдаешь, думая о чем думается, свободно переживая, о чем переживается, наблюдаешь, у тебя фаза вдоха теплее, или фаза выдоха, одну минуту так делаешь, и некоторые засыпают сразу, потому что они до этого были не выспавшися, а другой начинает плакать, он говорит, что это со мной происходит, ну видимо многое накопилось, вот ты же говорила, что ты три недели плакала, так у тебя разгрузка шла, разгрузка шла, вот, и очень хорошо, вот тогда бы ты взяла бы это самое ключевое дыхание, волну бы сделала, переживала, переживала, и не три недели бы плакала, а пять минут, потому что там быстро выходишь из этого состояния. Я ещё использую стресс-тест, чтобы получать ответы на вопросы, да, когда возникает какая-то жизненная ситуация, и я не понимаю, почему, почему не получилось, или почему получилось так, да, то есть, действительно, оно приходит, и этот ответ приходит изнутри, это не то, что ты голоса слышишь снаружи, это тихий, знаете, как это называется, тихий внутренний голос, да, вот голос, вот, ну Бога, да, потому что, я же не знаю ответов на все вопросы, они откуда-то приходят, и ты действительно, я сначала сомневалась, думала, может, это я сама себе придумала, да, может быть, что-то я придумала, но оказывается, из ниоткуда, даже я не могу это придумать, эта мысль должна прийти, и это действительно работает. Ну, потому что там происходит согласование, гармонизация психических и физиологических процессов, сознание, подсознание, бессознательная база данных, это все эволюции поколений, мы же результат своей истории, там, дедушек про бабушек, про-про-про-про-про-про, все они в этот момент, это в нашей генетике, это есть творец внутри нас, и он как раз, это мощнейшая база данных, ни один робот такой базы данные не имеет, Поэтому искусственный интеллект человека в этом никогда не заменит, потому что только человек может делать открытие. И ты вот говоришь, вот у меня идеи приходят. Так они оттуда и приходят, потому что звезды над нами, и космос внутри нас, конечно. Это удивительное состояние. Со своей стороны, что я могу сделать? Мне настолько хочется, чтобы эта школа развивалась, и как можно больше людей участвовали и понимали, что же это такое, это испытывали. Но я ученикам своим, я вот учитель. У меня ученики делают разгрузку. Я написала там еще в письме, что ты раньше не могла понять, как стыкуется синхрогимнастика и разгрузочные действия. Потом поняла, что это разные входы. Да, разные. У меня тоже бывает так, что иногда не могу через идеорефлекторные техники. Ну вот не могу, зажато. Да, зажато. Значит, надо расхлепоститься, да. Надо соединить, конечно. Потому что я и говорю всегда, что ключевые приемы вы берете, подбираете себе путем перебора. Одни делаете упражнения. Когда вы зажаты, вы берете элементы синхрогимнастики. Когда вы спокойны, вы можете сразу волну делать. Надо это все соединять между собой и путем перебора, как раз подбирая, развивается интуиция. Что когда надо сделать. Поэтому в нашей ролике очень важное значение. Я тебе очень благодарен, потому что ты такую точную тему затронул, такую глубокую, нужную для всех, что все мы человеки. И человеческая любовь нужна. Потому что когда мы читаем Библию, Евангелие, любви ближнего, тоже не всегда понимаем. Поэтому Христос приводил пример о самарянине. Что так и ты люби каждого, независимо от религии, независимо от географии, национальности и так далее. Ты несмотря на то, что ты чувствуешь. Да, да. Потому что это не эмоциональная, а человеческая любовь. Это вечные ценности. Это любовь, чувство бесценности живого. Это сопереживание. Это созидание. И почему нужно, когда мы делаем волну и ключевое дыхание, мы выходим на это состояние. Мы выходим на состояние глубинного комфорта. И у меня один монах, он в женском монастыре в Израиле работает. Ну, интересный парень. Когда он делает его прожжение, а потом он сел и говорит, слушай, а это же мы молитвы достигаем интенсивные. Называется молитвенная благодать. Ну да, я говорю, вот видишь, оказывается, просто можно сделать. Можно просто взял, подобрал действия тебе подходящие. Синхронные твоему текущему состоянию здесь и сейчас, в данный момент времени. И когда ты подбираешь действия синхронные твоему состоянию, ты выходишь на это состояние. А там как раз ключевое дыхание и волна, когда ты переживаешь, о чем переживаешь, думаешь, о чем думаешь. И по комфортной зоне вот так качаешься, и точно как у мамы на руках. Но самое главное, там надо понимать, что человек все время сопоставляет. Получилось у него расслабление, освобождение или не получилось. И вдруг он полминуты делает, а у него еще нет. Он не знает, что если он еще минуту поделает, количество перейдет в качество. А он сразу думает, нет, у меня не получается. Вот у всех получается, а у меня нет. Да, если он еще поделает пару минут раз, и вдруг освобождение. А знаете, как еще может быть? У меня было такое, я перенесла ковид. Слава богу, что я уже была знакома с ключом. Хотя, ну, сразу говорю, что все достаточно легко прошло. Но средства массовой информации делают свое дело. Хотя я и крепкий орешек, и готова была к тому, как это все воспринимать. Но все равно где-то что-то закрадывалось. Но вот как это иногда еще работает, чтобы люди понимали. В моменты активной трясучки, вот так называем, когда начинает трясти, я делала по спине, хлест по спине. И вот делаешь, 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 я устала, я слабая была физически. Устала и думала, что-то ничего у меня не получается, села. И когда я села, я поняла, только в тот момент я поняла, что я ни о чем не думаю. И мне не хочется. То есть не в момент того, когда ты это делаешь, а то, что называется посредействием. Вот, 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 там есть стадия посредействия. Да, 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 моменты. Да, то есть не обязательно ждать, что вот именно в момент проделывания этих упражнений у тебя все закончится. У меня не закончилось. Но как только я села, я вдруг, о, а мне полегчало. Да, да, да. Стадия посредействия называется. У меня в книжках везде это написано, но не все же читали книжки. Пусть читают книжки и пусть смотрят ролики. Я тебе очень благодарен, потому что ты такой участник школы, человек будущего, который на самом деле помогаешь нам всем приблизить наше лучшее будущее. Спасибо тебе, Алла. Спасибо тебе большое. Я твой текст взял в книжку следующую, которая тоже скоро выйдет своим именем. Там тоже будет твой текст. Спасибо тебе огромное. Большое спасибо, Хосай Ваговедович. Вы знаете, вот мне иногда кажется, что вы сами не знаете, какое великое дело вы делаете. Но вы должны понимать, что мы это понимаем. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо. Дистанционно тебя целую. Дистанционно. Взаимно. Я юморист. И кто чувствует юмор, значит психически здоровый человек. Я все... То испытывает любопытство. Да, любознательность с юмором. И способное быть человеками. И вместе мы сила. Вот сейчас мы школу расширяем. Ставьте комменты. Комменты продвигают, оказывается, школу. Потом лайки. Задавайте там вопросы. Нас не надо хвалить. Там вопросы задавайте. Я же все время отвечаю. И посмотрите еще раз, пожалуйста, ролик. Целебный ролик называется. Там в России такого нет. Мне там одна дама написала. Я эту технику дыхания. Что вы пишете? Ключевое дыхание. Вдох, выдох, тепло, холод. Я говорю, делал. Раньше, еще много лет назад. Это, говорит, суфийская техника. Я очень рад, что это есть в культуре, в природе. Еще бы. Тысячелетиями это есть. Но в суфийской технике, к сожалению, не было, что именно надо искать синхронизацию. Что ищи, где тебе теплее вдох или выдох. И пока ты ищешь одну минуту всего, уже наступает состояние. А если ты добавляешь волну, выходишь на автоколебание в ритме переживаний, о-о-о, там наступает то, о чем ты сейчас рассказывала. Еще раз и улыбаюсь. Спасибо тебе большое. Спасибо. Вам спасибо. Всего доброго. Спасибо.